Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердамухамедов принял предложение Касым Жумар Токаева посетить Астану. Туркменистан и Синьцзян укрепляют сотрудничество в сельском хозяйстве. В Туркменистане идет прием документов на соискание молодежной премии и другие новости. Между президентами Туркменистана и Казахстана состоялся телефонный разговор. В ходе беседы Касым Жумар Токаев пригласил президента Сердар Бердамухамедова посетить с визитом Казахстан и принять участие в шестой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также в первом саммите диалога «Центральная Азия плюс Япония», которые состоятся в Астане. Поблагодарив своего казахстанского коллегу за приглашение, глава Туркменистана с уважением принял приглашение. Президент Туркменистана подписал указ о назначении Гуванч Мурада Амангельдыева новым главным редактором газеты «Берекетли-Топрак». Предыдущий главный редактор Азаджебара в сентябре прошлого года был назначен руководителем пресс-службы главы государства. Глава Туркменистана подписал постановление о назначении Гуванч Мурады и заместителем Хакима Берекетского и Трапа Балканского Вилаята. Она сменит на этой должности Дурсадапу Размамедову, которая была освобождена от своих обязанностей. Туркменистан и Синьцзяну и Гурский автономный район Китая договорились об углублении сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Это стало главным итогом встречи заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Танри Гулуата Халыева с руководством Синьцзяна. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, включая энергетику, образование и медицину. Однако особое внимание было уделено аграрному сектору. Молодежная организация Туркменистана имени Махтум Кули продолжает прием документов на соискание молодежной премии. К участию приглашаются молодые граждане страны в возрасте от 16 до 35 лет, продемонстрировавшие значимые достижения, творческую и трудовую активность в различных областях – литературе, искусстве, культуре, науке и технике, медицине, спорте, сельском хозяйстве, общественной деятельности. Претендовать на премию могут те, кто ранее не получали данную награду. Прием документов продолжится до 15 сентября. Большую партию одежды для учащихся отправила на школьные базары Туркменистана Дашагутская швейная фабрика Чепер – Министерство текстильной промышленности страны. Фабрика является одним из постоянных и активных поставщиков школьных базаров. Ассортимент фабрики насчитывает десятки видов одежды для детей и взрослых, постельного белья и домашнего текстиля. С начала года фабрикой Чепер уже произведено продукцией на сумму более 10 миллионов монатов. Медицинские работники Туркменистана прошли курс четырехнедельной программы клинической подготовки в Госпитале Корейской медицины Пусанского национального университета. Участники программы смогли получить знания и опыт у профессоров кафедр корейской медицины, восстановительной медицины, а также акупунктурной медицины. Ежегодное мировое первенство по серфингу среди собак состоялось на пляже Линда Мар в Калифорнии. В турнире состязались более двух десятков четвероногих спортсменов из различных стран. Участники представляли разнообразные породы и соревновались в категориях, соответствующих их размерам. Все собаки были обеспечены спасательными жилетами для безопасности. Главный приз достался бразильскому лабрадору по кличке Какао. С 5 по 28 августа наступает очередной период ретроградного движения Меркурия, который, по мнению астрологов, может оказать влияние на различные аспекты нашей жизни. Это явление традиционно считается временем, когда стоит проявлять осторожность в принятии важных решений. Меркурий, ассоциируемый в астрологии с коммуникациями и торговлей, во время ретроградного движения может вызывать определенные сложности в этих сферах. Ахал одержал победу над саудовским Аляхдаудом со счетом 3-1 в товарищеском матче, проходившем в рамках подготовительных сборов в Турции. Галами в составе победителей отметились Даян Чмиредов, Эльман Тагаев и Мейлис Дениев. Эта победа стала третьей для туркменской команды в серии контрольных матчей на сборах в КарТП. Команда главного управления Туркмен Небитунем Лери продолжает активную подготовку к предстоящему сезону. В ближайших планах Ахала еще одна контрольная встреча 7 августа с иранским клубом Гол Гохар. Туркменистан готовится отправить своих спортсменов на чемпионат тюркского мира по тайскому боксу, который пройдет в Стамбуле с 14 по 18 августа. Турнир организован при поддержке Министерства молодежи и спорта Турции, МИД Турции, Тюрксой и Организации тюркских государств. Официальное открытие турнира запланировано на 15 августа. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова